Учебный год не за горами. Родители почти собрали на первосентябрьскую линейку детей. Кто-то уже выбрал школьную форму, а кто-то только купил канцелярские принадлежности. А вот ребятам, которые проживают с родителями-воспитателями в домах семейного типа, собраться в школу помогли представители администрации Ленинского района, различных организаций и общественного объединения «Беларусь». В каждые из домов семейного типа гости пришли с подарками и хорошим настроением. В Ленинском районе 4 дома семейного типа. Воспитывается 31 ребенок. Из них 23 – это приемные. В нашей семье недавно у нас поменялась семья. Четверо своих деток. Один приемный пока на подходе в сентябре будет следующий, к сожалению, из семьи, которая не справляется со своими родительскими обязанностями. Постоянно идет движение. Помогаем. У нас, наверное, самые нуждающиеся – это наши детки, которые остались без печенья взрослых. Детки, которые живут в домах семейного типа. Детки, которые по каким-то причинам лишены родительской любви и ласки. И хотим, чтобы, кроме того, что, конечно, все выплаты выплачены, мы хотим помочь, уделить внимание, так как мы стараемся постоянно им уделять внимание. Это подарки, подарки от спонсоров. Это общественное объединение «Наша Белая Русь», это предприятие организации не только нашего города, но и Брестского района, и это и Агросат Рассвет, и фермерское хозяйство «Беркут». Все стараются, все помогают, поэтому сделаем праздник. Дети отдохнули на каникулах. 1 сентября пойдут абсолютно готовые, бодрые. Традиционно посещаем дома семейного типа Ленинского района. 4 дома в Ленинском районе. И тоже собрали, до этого пообщались с родителями, воспитателями, спросили, ну что в первую очередь, в чем нуждаются детки перед тем, как пойти в первый класс. Да и вообще просто в школе помощь оказываем. Соответственно, сегодня вместе с администрацией Ленинского района вручим полезные подарки детям. Наша съемочная группа посетила с гостями два дома семейного типа на улице Высоковска, и в одном из них проживает родитель-воспитатель Вера Месичук. На ее попечении семь несовершеннолетних детей. Один ребенок приемный, и один собственный. И Вера Степановна, как никто другой, знает, как сегодня трудно собрать столько детей в школу. Это и закупиться канцелярскими принадлежностями, приобрести школьную форму, рюкзачки и многое другое. В таком случае палочкой-выручалочкой являются представители Ленинской администрации, Белая Руси и другие неравнодушные граждане. На данный момент у меня восемь воспитанников, сейчас самому маленькому четыре года, самому старшему девятнадцать. Четыре, пять, шесть, семь, всякое, все звенья есть. И садики, и младшая класса, и старшая, и среднее звено, все есть. Я вообще-то рада, что у нас вводят потихоньку единую форму. Мне это очень нравится. И мне это очень нравится. Помощью любой рады. Нас не забывают ни предприятия, нас не забывают ни наши шефы, ни просто добрые люди. Они предлагают свою помощь, предлагают школы тоже. И мы это собрать, конечно, достаточно, не то чтобы сложно, но все равно, все равно восемь человек. У меня шесть школьников и два садика. И надо и в сад, и в школу, и в свою же канцелярию. И самому было бы, конечно, сложновато это делать. Но с мира по нитке получается, что мы рады помощи. История родителей-воспитателей второго дома не менее интересная. Елена и Николай Балкунец не так давно переехали в город Брест из Гродно со своими четырьмя детьми. На сегодняшний день они воспитывают еще одного приемного. Наш младший усыновленный. И, в принципе, с него все началось. Нас в эту тему как-то затянуло. И когда он подрос немножко, адаптацию отпустила, нам опять захотелось еще кого-нибудь в семью принять. Муж очень так тоже поддержал эту идею. В Гродно, как бы, ну, я могу сказать, не было места. На эту вакансию мы сюда обратились. И к Кирине Николаевне познакомились, приехали, нам показали. Нам все очень понравилось. И мы уже стали конкретно сюда готовиться, приехали. Ну, и, на самом деле, очень рады. Помощь очень, на самом деле, важна. И мы очень рады этой помощи. Потому что, ну, действительно, в нашей семье четыре школьника. Плюс еще, вот будет мальчик. Ну, он поступил куда-то в колледж, но тоже в плане вот канцелярии, и всего остального. Это тоже будет очень важно. Поэтому, на самом деле, мы очень благодарны за помощь, которая нам оказывается в администрации нашей, да, потом в организации Побелару. Без поддержки внимания не остался никто из детишек. Помимо подаренной канцелярии, которая через считанные дни понадобится мальчишкам и девчонкам, гости подарили вкуснейшие яблоки и голубику. Чтобы ребятня благодаря комплексу витаминов набралась еще больше сил и энергии, которые бесспорно пригодятся им 1 сентября.